Правовая помощь, содействие активным жителям, повышение эффективности управления МКД для председателей многоквартирных домов Октябрьского района Самары повели обучающий семинар «Мой дом». В прошлом году этот проект инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во время обучения подробно рассматривают вопросы об изменении законодательства в сфере ЖКХ, формировании размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома. Проект «Мой дом» начал давать результаты. Люди это услышали, люди поняли, что от него есть реальная отдача. И теперь уже активные жители приходят, начинают задавать свои вопросы. И, в общем-то, часть вопросов решается, и, конечно, жители довольны. Полученные знания позволяют самарцам повышать свою компетентность и ориентироваться в структуре жилищного законодательства, а также плодотворно работать с ресурсоснабжающими организациями, фондом капремонта и ГЖИ. На этот раз самарцам рассказали, как бороться с нарушителями закона о тишине и правильно содержать домашних животных. Председатели управдома также поделились своим опытом, узнали подробнее и о системе ГИС ЖКХ. Она позволяет без комиссии оплачивать коммуналку и отслеживать работу управляющих компаний. Вот эти новшества, которые нам самим еще предстоит изучить, обучиться и внедрить в наш дом, потому что это наше будущее. Хорошо бы, если дети собственников подключались и помогали им голосовать. Прежде всего я сделал сайт. Сайт дома. Это коммуникация с населением, с жителями своего дома. Это первейшее дело, потому что в любой момент, что бы ни случилось, а у нас, ну всякое бывает, мы выходим на связи друг с другом. Я звоню в управляющую компанию. Диспетчера управляющей компании меня прекрасно знают. Они тут же начинают реагировать. Чтобы председатели МКД работали еще эффективнее, районные власти открыли ресурсные центры. В Октябрьском районе их три. На Ялтинской 28, Новосадовой 164А, Осипенко 20. В Самаре работает бесплатный многоканальный телефон, горячая линия регионального центра поддержки председателей советов домов, по которому все желающие могут не только получить консультацию, но и записаться на обучающий информационно-правовой семинар, а также оставить свое обращение. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.